В эфире Народная студия. Здравствуйте, мы рады новой встрече с вами. Участники первого сезона нашего музыкального проекта совсем скоро выйдут на сцену Зелёного острова в финальном шоу Народной студии. Именно там определится победитель нашего проекта. Кто им станет, зависит от вас. Ваши голоса снова пригодятся нашим финалистам во время голоконцерта. Мы снова запустим онлайн-голосование, и вы сможете поддержать своего любимого артиста. Ну а мы продолжаем следить за тем, как финалисты готовятся к решающей битве. И сегодня мнение экспертов услышат Анастасия Гапошкина, Мария Цыганок и Александр Фролов. Это как душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я всё тебе отдам, любовь моя. Она зажатая сильно, сильно зажатая она. Вот это вот в студии, конечно, её напрягает здорово, чувствуется. Она настолько сейчас вот не в материале, она боится каждую ноту не туда спеть. Ну а что она делает? Она вот прям... Но она искренна. Ну да, но она раскрыться не может, точно могу сказать, потому что... И меня это подкупает. Она сейчас вся вот в пении. Когда человек поёт сольно, всё-таки на нём очень большая ответственность лежит. Тем более, когда ты берёшь такие вот вещи, да, серьёзные. Там просто очень много технических вопросов вокальных. Если ты поёшь как сольная певица, ты никем не прикрытая. Ты есть ты, есть микрофон и есть фонограмма, да, которая звучит сейчас в студии. Я говорю, что она вот... И здесь просто нужно было поточнее немножко. Во-первых, убирать, ну, носовой призвук же есть, но все же слышат его. Ну нос, куда его деть-то? И не точно она поёт. Ну не точно поёт. Поёт она точно, но она интонирует не очень красиво, скажем так вот. Вот это вот дело. И произведение такое, спорное, скажем прямо. Нет, песня классная, песня интересная, так как поёт её Ани Лорак, а она поёт её... Я уже который раз слышу эту Ани Лорак. Кто такая она, ну, её не... Надо посмотреть. Ну прийди, скоро концерт приедет она. Что скажете, Настя? Ой, ну что скажу? Честно признаюсь, в тот день я... У меня тоже с голосом были проблемы. Я так боялась, что... Не то, что я боялась спеть. Я боялась, что у меня там что-нибудь с голосом будет. Он дрогнет, либо я кашляну, либо ещё что-то. То есть могло быть и хуже, да? Да нет, наоборот, могло быть и лучше, но спела я не так, как пою на самом деле. То, что это совсем-совсем не так. Я спела и забыла, как спела. Потом, когда уже посмотрела, да, думаю, ошибки есть, даже много ошибок. То, что это не я даже, я так не пою. То, что какое-то даже, может, и волнение было. А вот те зрители, которые смотрели, те, кто голосовал, они что сказали? Ну, некоторые говорили, что просто всё супер. Некоторые говорили, да, говорит, ты там вообще стоишь, боишься, волнуешься. Но, говорит, спела ты клёво, шикарно. Ну, вот не было такого, чтобы мне не сказали, там, то, что плохо, не очень, там, о, не пой, вообще не выходи больше петь. Такого не было. Ну, может, знакомые, ну, даже просто писали мне в интернете и в разных соцсетях. Писали люди, которых я вообще не знаю, которые за меня болеют. И говорят, что болеют уже и наши родители, и наши друзья. Ну, вот я их не знаю. Очень приятно было, конечно. Я надеюсь, что в этот раз всё будет в порядке с голосом. Да, я тоже надеюсь. Я надеюсь, что волнений будет меньше, потому что всё-таки это будет не студия, это будет сцена. И там вы сможете в полной мере раскрыть себя. Да, я очень буду стараться. Анастасия Гапошкина. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем. Давайте. По кусочку. Я хочу запомнить, как смята постель, как ты одеваешься в сам темноте, как уходишь призраком молча, не прощаясь. Да, писали мы свой роман про любовь, не хватает лишь пары слов. Позже ты со мной, поговори со мной. Я хочу запомнить, как падает снег, медленнее обычного падает снег. Как душа потом на дне ходит обнажённой. Скоро зазвучит эхо нового дня, начинай его без меня. Не будь ты меня, освободи меня. С песток ля кончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Понятно, спасибо. Давайте в следующую песню перейдём. Готовы? Ну, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри поделить две половины души А я хочу перемирия А я прошу, перемирия Кто без тебя в этом мире я? Расскажи, как внутри поделить две половины души А я хочу перемирия Ну, в принципе, понятно. Настя, вот скажите, вот у самой душа к чему больше лежит? К чему большему? Ко всему. Я даже не могу сказать, где лучше, где нет. Ну, то есть, как получится, так получится. Ну, ладно, давайте сейчас, наверное, пока не будем решения принимать. Немножечко еще подумаем, послушаем, и тогда уже выберем. Хорошо. Спасибо, записано. Мне бы крылышки, как у сокола, Мне бы силушку, как у камушка. Свети, перышко, через полюшка, Отгони, смахни, мантрушка. Славе улица, смахни, пылюшку. То, о чем вы говорили только что. Человек в образе и черпается. Вообще. Тут не добавить, не добавить. Ничего не добавить. Как у сокола, мне бы силушку, как у камушка. Руки-то, 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 никуда идти. Я бы соединил вот с этим парнем, который... С этим, да-да-да. И вообще было бы шикарно, да? Да, было бы красно. Вот, который там с синтезатором крутил. Вот эти, да-да-да-да. А мотивы там смешные? Интересный такой нюжес. Хочу смотреть. Ну, а как насчет мысли, чтобы соединить народное пение, ваш народный такой стиль, с варганом, то есть с этномузыкой, но другого направления? То есть сейчас как бы достаточно модные вот такие вот слияния. Было бы интересно попробовать? Я за любой эксперимент. Мне очень нравится даже эта идея. Ну, я вас поздравляю. Я, конечно, не сомневалась нисколько, что в финал вы попадете. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, что вы пришли к нам, что вы вообще, в принципе, откликнулись на наше приглашение принять участие в проекте. Спасибо вам за этот новый проект, потому что ничего подобного раньше не было за все годы моей работы. И вообще в Омске это, наверное, впервые такой масштабный проект. Дай Бог, чтобы как можно больше талантов находили выход к вам, чему-то учились, чему-то учили других. Дай Бог. Всех благ. Так, у нас прошлая песня была «Лети перышко», по-моему, да? Так, сейчас что за произведение мы пишем? Песня называется «Загадай желание». «Загадай желание». Ну, давайте попробуем. Хочу, чтоб зимы стали веснами. Хочу, чтоб было так, было всегда. Загадай желание самой синей полночью Ты никому его не назови Загадай желание, пусть оно исполнится Будет светло, всегда светло нашей любви Мне этот час мечтою кажется Ну, в принципе, да, в принципе, понятно Песня напевная, песня очень красивая Но я даже вот сам не знаю, что порекомендовать Мне, в принципе, и «Лети перышко» довольно к сердцу пришлось И эта песня очень красивая Ну, наверное, немножечко попозже подумаем И примем решение, какую песню все-таки вам спеть Ну, по большому счету, это вам самое такое решение принимать Спасибо, записано Должно сейчас сказать бронет с головыми глазами Очень сладко Если я скажу, меня неправильно поймут Я признаюсь, что этого молодого человека я знаю очень давно А-а-а, так я думаю, что такой молчок-то? Что такой молчок-то? Я просто слушаю А вот краснеть не надо И как сказать? Я просто знаю Сашу, когда он только еще поступал в колледж культуры Слышала его голос Он вырос А у него здесь все нормально? Нет, немножко есть Да, что-то я поначалу Эффектик там есть, да? Чуть-чуть Чуть-чуть, да Я даже не пойму, не поймаю, какие Да Ну, может при такой внешности быть какой-то дефект? Да нет, все правильно здесь Чувствуется, там работают люди, и он работает По поводу имиджа никаких вопросов По поводу вокала никаких вопросов По поводу репертуара никаких вопросов Вы практически, наверное, один из немногих Кто у нас попал в финал Вот без вопросов со стороны жюри Но я смотрел зрительское голосование Там как бы не очень активно за вас голосуют Как думаете? Ну, зрителям можно либо нравиться, либо не нравиться Они сами решают, что им нравится Я пою для себя, пою для зрителей Естественно, кому-то я могу нравиться, кому-то могу не нравиться У меня есть работа, которую я до безумия люблю Творческий коллектив Вот это вот для меня смысл жизни Александр Фролов, добрый день Добрый Любовь моя навсегда Ну, давайте попробуем Все равно я ее не отдам никому Не могу, не хочу, ненавижу Прошу тебя, не торопись Пойми, ведь я тебя люблю И никому не уступлю И никому не отдам Прошу тебя, не торопись Подумай о судьбе своей Не отвергай любви моей Любовь моя навсегда Сложно мне было даже убрать фонограмму Такая песня цепляющая Молодец, Александр Ну, давайте попробуем еще один трек Сосо Павлиашвили Помолимся за родителей, да? Давайте попробуем Помолимся за родителей Ангелам нашим, хранителям Помолимся и когда-нибудь Помолятся дети за нас Помолимся за родителей Ангелам нашим, хранителям Помолимся и когда-нибудь Пусть помолятся дети за нас. Ну, это, конечно, более известное произведение, понятно. Александр, а вот к чему у самого душа больше лежит? Все-таки, что бы вы хотели, наверное, исполнить? Не думали над этим? Нет, честно, не думал. Еще непонятно, да? Ну, давайте, наверное, пусть оно как-то, не знаю, отлежится, не отлежится. Мы еще послушаем, посмотрим, как по программе у нас. Вы же понимаете, что в любой программе тоже есть. Ну, да, режиссерский согласен. Совершенно верно. Поэтому меня, честно говоря, меня вот поразила любовь моя навсегда. Прекрасно играете вы прекрасно, и идет она вам отлично. Виталия Фернандо из мюзикла «Граф Монте-Кристо». Божественно. Следующий сезон Народной студии стартует в августе этого года. Мы услышим новых претендентов на главный приз и увидим, как рождаются новые звезды. А пока ждем вас на Зеленом острове, где 12 июня, наконец, разрешится интрига. Кто же станет победителем нашего первого сезона проекта Народная студия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова